Продолжение следует... И у нас есть еще время потренироваться, и сегодня мы будем с вами потренироваться в германоптике. Но перейдем к, словом говоря, чистой государственной муниципальной службе. Я напоминаю, что у нас такая программа. У нас, я так думаю, что если моя, то и ваши автоматические. Программа такая. Взять один орган госслужбы и на его примере опознать всю государственную муниципальную службу. И мы с вами взяли Минюст, Министерство юстиции. И у нас какие там были... Что уже мы узнавали? У нас был опорный сигнал функции, через функции. То есть зачем оно нужно? То есть какие функции? И второе у нас, второе было занятие, насколько я помню, это структура Министерства юстиции. Федерального уровня. Ну, когда помните, мы камеру с вами исследовали в тот же день. И сегодня мы продолжаем синтез функций и структуры. Как бы один... У нас будет один синтезирующий опорный сигнал. Связан следующий. Хотя мы с вами поговорили про Петра Первого. Который, конечно же, его своей задачей видел централизация власти. И создание такой жесткой системы, государственного механизма, который он направил... На какие цели? На благие. Ну, например, одну благую цель. Развитие империи. Ну, это метафора. Видите, это увеличение количества. То есть на аннексию направил. При нем Российская империя проросла чужими территориями. Ну, тогда еще чужими, а потом стала нашими территориями. То есть мы расширились при нем, а чуть позже при Екатерине, до Польши. То есть стали очень большим. Вот мы использовали вот эту централизацию для того, чтобы мы были большими. Ну, плотные такие. Но его проект, конечно же, не удался. В той части, что все-таки невозможно из центра всем рулить. Ну, конечно. Шанс. То есть находясь в Москве или даже в Санкт-Петербурге, еще северней, управлять этой всей системой оттуда невозможно. Он посылает указы, а они там черти что эти указы как-то выполняют. И потому были созданы специальные органы на местах, которые управляли... Ну, как бы они были до этого, да, там же были какие-то княжества. Ну, а здесь вот, где мы сейчас с вами находимся, вот я смотрю, генеалогические древа, которые школьники здесь оставили. Там очень много... Кто они? Кто здесь жил? Татар. Кочевники. Есть татары, но... Есть монголы. А жили здесь татары-монголы. Хорошо. Ну, там, как я посмотрел, там жили... Здесь живет Дон. Дон это Ким. Ну, понятно, откуда. Корейцы. Корейцы. Там есть украинцы, там есть с русскими фамилиями. Это кто? Это... Дикое поле, да, здесь было. Это донцы. Ну, казаки. Они называют себя казаками. Ну, вот казаки же как-то управлялись. Вплоть до 19 века как-то управлялись. Но когда пришел 20 век, Москва спустила жесткие здесь органы управления. И министерство юстиции, конечно, вот то здание, которое... Страшное здание, которое мы смотрели на фотографии, оно там. Но есть ли у нас здесь что-то? Конечно, есть. И сегодня мы поговорим о земле. Как говорят у нас в адвокатской сети, на земле это значит следаки. На земле, то есть работать прямо вот здесь. И мы сегодня поработаем с вами прямо здесь. Я вам расскажу о структуре Министерства юстиции Волгоградской области. Ну, раз мы уже здесь. Символ какой Волгоградской области? Мать Родина. Ну, мать Родина. Ну, такая женщина с мечом. Европейский мечом. Одета в греческую тогу. Которая призывает кого-то напасть на Волгу. Вы определили мнение, что она направлена к Волге? Что нет. А, это за Волгой для нас земли нет. Но она кого присылает? Кого она зовет за собой? В Родина, мать, кого за собой? Она никого не зовет, она загораждает грудью своей. Вот так стоит. А, то есть не пускать? Да. Вот смотрите, у Волга. Она же вот так стоит? Ну, она типа... Вот так вот. Не сперва, клоги лицом. Лицом. Не, ну да. Значит, она немцев загораждает грудью от русских. Ну, вот Волгу, видите, вот Волгу. Волга. Вот она вот так. Вот так. Ну, рот открывал. Вот так. Ну, да. Кого она зовет? Сталина. Там мы, Сталина. Куда мы, что ли? Вот оттуда она. Куда она зовет? Ну, это такое сцепление. Ну, раз, пусть мать. Пусть будет мать. Мать и Родина. И у нас есть министерство юстиции. Мне все время Давид рассказывает, а я забываю, где они сейчас. Новое у них место. На Европе Сетимол. На Мировушке центральной. Ну, вот они туда переехали. Все равно они понимают, где это. У меня как-то ближе. У чекистов я понимаю. Там мужик с мечом просто стоит. А это вот, когда всякие магазины, я не понимаю, где они там. На Европе Сетимол, знаете. Там битровая пути, храбрян. Где здание, высотка. Кампсон, Байхилл. Смотрите. Вот такие слова и смотрите. Обратите, с лица с лазурной опаркой. Вот это очень ужасно. Если стоять спиной ко входу Европы Сетимол, справа. Все достаточно. Мы сейчас беседовали. Я чувствую, что я понижаю свой авторитет. Свои глупости. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я знаю, где ЗАГС. Напротив ДПП. А, там политпросвещение. А, вот, Европа Сетимол. Все, я понял. И где там? Слева. Есть Европа Сетимол. От ДПП смотрите на Европу. И слева чуть-чуть здание. На той стороне, короче. Чуть-чуть левее. На стороне Европы. На парковке Европы. А, такое высокое здание. Да, да, да. Серое такое. Все, понял. Туда не переехали. Газпром там еще. А, все. Хорошо, спасибо. Зачем мне это? Ну, ладно. Жалобы писать. Может, что делать? Жалобы писать. У меня дома компьютер есть. Два. Хорошо. Значит, вот там они, вот в этом, по-моему, стекляшка, да? Такая стеклянная. В этой стекляшке, в стеклянном здании сидят. Где-то там находится... Это называется так, управление Министерства юстиции по Волгоградской области. Из термина, понятно, что они там делают. Они там управляют. От имени вот тех Коновалова, которые... Коновалова, да, Министерства юстиции. От имени Коновалова, который сидит в Москве. Я посмотрел в 16-м году. Я до этого думал, там какой-то мальчик был, ну, вот этот главный. А сейчас какого-то солидного из прокуратуры туда поставили в 16-м году. Какого-то прокурора из другого региона. И вот он там сидит. И у него есть один, два, три, четыре отдела. Четыре отдела, структура четырехотдельная. У меня есть такое подозрение, что в других субъектах, я посмотрел, как я там смог, в большинстве субъектов также эта структура сохраняется. Есть четыре отдела. И у этих четырех отделов, соответственно, у каждого функции есть свои. Это мы сравниваем. Они пересекаются с общими функциями Министерства юстиции. Но здесь прямо на земле. Я прямо сейчас покажу, прямо куда они ходят. Прямо куда ходят и что делают буквально на эти майские праздники. Итак, первый отдел называется отдел по вопросам нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации. Вот функция НПА, разработка НПА у Министерства юстиции. Но у них же также есть функция на местах, как я понимаю, потому что они, конечно, законы здесь очень мало пишут, но сами не являются нормотворцами. Они контролируют, чтобы бояре на местах издавали указы, которые не противоречили царскому указу. То есть, чтобы местные законы, они отслеживают этот отдел, не противоречил законам федеральным. И если есть, они как-то реагируют на это. Вот такая-такая функция. Как эта функция называется у нас? Законность. Законность, чтобы не было противоречия в законодательном уровне. Затем. Затем и ведут реестр, регистр. Федеральный регистр. То есть, они учитывают, у них одна из функций, учитывают, записывают, фиксируют, как амбарная книга. Вот в Волгоградской области, вот там 500 законов. У них в этой амбарной книге есть записаны все эти, все эти 500 законов, чтобы их можно было бы... Ну, вы знаете, да, эту идею? Кто учел, тот контролирует. Помните мультик, когда меня посчитали? Ну, когда вот они заходят в лодку, и там какой-то герой этого мультика считает. И все возмущаются, говорят, им не надо нас считать. Почему они не хотят быть посчитанными? Потому что, если вас посчитали, вас контролируют. Любой подсчет, это контроль. Вот они подсчитывают это. Затем, они ведут реестр уже муниципальных образований. Это вот другие органы управления, да, у нас есть федеральные органы управления. Они также ведут контроль за вообще, сколько муниципальных образований есть у нас. Хотя в законе определено, как они устанавливаются. Но, когда они на местах устанавливаются, есть реестр этих муниципальных образований. Этот реестр находится в Министерстве юстиции, вот этом зеркальном здании. Затем, и уставов, ну, уставов муниципальных образований, это нормативный правовой акт. Это также они ведут учет этих нормативных правовых актов. Например, чтобы не было, какое у нас муниципальное образование? Там Михайловка, да? Михайловское муниципальное образование. Чтобы они там в уставе не написали, например, с Дону выдачи нет. Ну, чтобы, типа, не забирали наших туда, в Москву, на разработку. Могут иногда и так написать? Ну, могут. Хотя на практике бывает. Все. Вот такое целое отделище, которое занимается этой функцией. Какие есть вопросы по этой части? Как именуется должность главы этого отделища? Ну, я смотрел, но могу только предположить, начальник. Начальник отдела. Потому что отделы всегда как бы коррелируются. Ну, знаете так, президента отдела нет. Что у нас? Пресс-атташе, руководитель отдела не по-русски как-то. Я думаю, начальник отдела. А начальник является заместителем? Если у него заместитель? Нет, начальник является заместителем. По должности. Там было написано, что только одно слово. То есть, скорее всего, по должности он не является автоматически. Не такая разветвленная система, как в центральных органах, где есть там замы. Потом, ой, какой же мы там долго проявили. Статус секретарей. Таких изратов здесь нет. Есть просто коренной атаман. Еще можно вопрос? Да. А регистр, реестр чем отличается? Ну, я так понимаю, ну, этим логически я могу различить. Значит, регистр, это, то есть, реестр обязательный, то есть, обязанность внестись в реестр. А регистр, они, например, сами отслеживают и ведут. Понятно. Вот такой, ну, то есть, как бы у субъекта федерации, как бы у нас же разделение властей, субъект федерации же не должен, каждый раз, честно, вот, мы сейчас закон примем, да? Они там принимают, и те их вносят в регистр. Ну, слово регистрация. Уведомительный порядок, помните, и разрешительный порядок. Вот такая разница. Есть ли вопросы по этой части? Хорошо. Единственное, я посмотрел на сайте нашего министерства юстиции, никаких следов я не увидел этой деятельности. Есть подозрение, что она какая-то там подковерная. То есть, они как-то там это делают, но по-тихому. Представьте себе обвинить в городскую область, что их законы не соответствуют. Я помню, такие случаи были, Минюст было, но это сразу очень громко, и всем становится известно. Если что-то происходит, это происходит там по-тихому, там, ну, вы там смотрите, что-то все-таки. Все-таки, например, там, крепостное право нехорошо вводить, прям, с января. Вы хоть подождите, там, после президентских выборов, да, например. То есть, явно этого нет, но я думаю, что там какие-то телодвижения происходят. А вот что касается другого отдела, отдел по делам некоммерческих организаций, это все в порядке. Но этот отдел коррелируется с другим отделом. Вот этот отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации, актов гражданского состояния. Потому что адвокатуры, нотариат, это, в принципе, некоммерческие организации есть. Но они выделены, ну, как бы, отпочковались, как очень важный функционал, очень важный функционал Минюста, и он отпочковался отдельно. А тут по делам некоммерческих организаций. То есть, напоминаю, что у нас регистрация некоммерческих юрлиц, кем осуществляется? Министерством юстиции. А если они осуществляют регистрацию, значит, они осуществляют и контроль за их деятельностью. Если считают, значит, контролируют. В частности, они осуществляют такой вид общественных организаций, как религиозные организации. Они смотрят религиозные, и вот Давича. Сейчас скажу, когда Давича. Регистрированных. Ну, Давича. Давича, это у нас 7 мая 2018 года. Сделали следующую, следующую провели работу. Это прямо перед праздником. Во вторник, да? В понедельник. А, в понедельник, боже, во вторник уже было поздновато. Во вторник, куда уже? Во вторник. Во вторник уже среда скоро. Так вот, в седьмой сел кто-то у них там и написал. Список исключенных некоммерческих организаций в период с 3.05.2018 года по 4.05.2018 года. Это значит, сколько у нас? За один день, что ли? Да, список. Он сделал список за один день. И все сделали. Первично исключил из этого списка первичная профсоюзная организация, Волгоградская областная организация общественного объединения Всероссийского электропрофсоюза. То есть был электропрофсоюз, энергия закончилась. И вот он умер. Вот тут похоронка была, пришла. Вот 7 мая окончательно похоронили. Нет такого больше. А вот был ли он, я не знаю. Ну, был, наверное, раз был списком, значит он был. Вот их, их какой функционал. И еще один мне понравился, интересная была деятельность, но это чуть пораньше. 7 мая, конечно, такое жесть делать. Они сделали 4 мая. Женщина одна, у которой фамилия не написано, сделала следующее. Она посетила религиозный обряд. Воспевание ведических гимнов в движении, проводимом религиозной группой. Значит, что она там сделала? В рамках осуществления контрольных мероприятий. 25.04.2018 года сотрудник отдела по делам некоммерческой организации управления, а вот фамилия Позднеева, АОА, посетила мероприятие, в скобочках религиозный обряд, организованное религиозной группой Харик Них, Харик Кришна, Харик Рама. Кавычка закрывается. И пишет отчет. Хотите знать, что там было? Да. Мероприятие проходило на территории центрального района города Волгограда. Хоть в мероприятии не зафиксировано нарушение федерального закона Российской Федерации от 26.09.1997 года о свободе совести и о религиозных объединениях, а также не установлено признаков правонарушения экстремистской направленности. Ну понятно, зачем она туда ходила? Смотрела, все ли хорошо. Посмотрела, говорит, нормально. То есть ничего плохого нет. Хорошего, правда, тоже, она про премии написала, но плохого ничего нет. Вот такая функция. И таких часто ходят. Вот они по этим делам. По религиозным? По религиозным, да. И по общим собраниям общественных организаций. Общественных объединений. Да, какое-то общественное объединение. Они приходят, и там у них специальный стульчик. Они там присаживаются и наблюдают. Как в Древнем Риме специальный был представитель плебеев. Он приходил, садился на стульчик и наблюдал. А если что, писал доклад. А в чем контроль, осуществление? Ну, то есть, в чем может быть, в чем общественная организация может быть провиниться? Общественная организация? Ну, судя по текстам, экстремистская направленность. Например, Харь Кришна против прокуратуры. Или Харь Кришна в Крыму. Может провиниться? Ну, наверное. Или там православные что-нибудь там выкинут и ликвидируют православие. РПЦ. Ну, не православные, РПЦ. И Гундяева уволят. То есть, вот такое может быть. Есть ли вопрос по некоммерческим организациям еще? Хорошо. И третий – это отдел по контролю, по надзору. Значит, три сферы. За адвокатами они надзирают, за нотариатом надзирают и за ЗАГСами. Например, по-моему, я здесь не сделал выписку. Вот она сходила в ЗАГС с другой фамилией, но из этой же стеклянной высотки. Сходила в ЗАГС, посмотрела и написала там такой отчет. Говорит, все соответствует законодательству. Все хорошо. В частности, или еще, например, такое сделать? Проведены плановые проверки. Это произошло 24 апреля. Проведены плановые проверки исполнения правил нотариального делопроизводства нотариуса Волгоградской области. Что было сделано? 26-27 апреля 2017 года комиссии управления проведена плановая проверка исполнения правил нотариального делопроизводства нотариуса нотариального округа города Волгоград и Пучкиной. Вот это была неожиданная проверка. Нагрянули и, например, там завещание написали. Я не знаю. Какая-то была проверка, но ничего не описано. Просто справки по результатам направлены на нотариальную палату. То есть потом написали, что там так, что там не так. Также, по-моему, на следующей неделе будет объявлен конкурс. Конкурс. То есть освободилось место. Кто хочет из вас быть, еще успеет. Хочет стать нотариусом на Сахалине. Пожалуйста, можете обращаться. Вот открытый конкурс нотариусов. Одно место есть нотариуса на Сахалине. Там, мне кажется, жесточемная борьба будет. Ну, на всю Россию, конечно, прогремела. Все по поводу адвокатуры. У нас по адвокатуре будет более предметно на следующий раз. Пожалуйста, по этим трем сферам деятельности. Какие есть вопросы? То есть по общей концепции? Ну, и по общей... Нет, по вот этим. По трем субъектам. Нотариусы, адвокаты и в ЗАГСы. Да. Что их всех объединяет, что они находятся в одном отделе? Профессионализм? Это профессиональные корпорации. Ну, если вот этот, это так, любители. Ну, нельзя же, например, считают, что это профессиональная организация. А здесь адвокаты, нотариусы профессиональные, адвокаты профессиональные. Ну, а ЗАГСы, это же как нотариусы. Они, кстати, пересекаются у ЗАГСов и нотариусов. ЗАГСы что там делают? Регистрация в законе и урожайского состояния, это юридические действия. Слечать обличье, приходит мужик, баба, и говорят, ЗАГС, хотим заключить брак. Они слечают и выдают специальные свидетельства. Это я по-славянски сказал. Мы исходили из вашего ответа, что главные критерии, которых объединяет профессионализм, возможно ли, что данная категория, которая есть, она носит временный характер? То есть данный контроль когда-либо возможен, что его, в принципе, не будет. Нет, видите, это очень давно. Вот у нас есть когда все начинало, функции постепенно Минюст расширялись, это вот, знаете, 1866 года. То есть это очень давно. Если данные организации будут работать без нарушения прав, смысл не ввести контроль? Дело в том, что контроль же не для того, чтобы нарушение, а контроль для того, чтобы не контролировать. Нет, ну контроль для того, чтобы выявлять нарушение. Ну это в частности, а вообще контроль для того, чтобы контролировать, а не для того, чтобы выявлять нарушение. Ну в нашей стране контроля, чтобы выявлять нарушение? Нет, ну это вы так видите, ну это явно. Вообще, например, под вашим контролем там Газпром. Вы что, будете выявлять там нарушение или будете контролировать, чтобы вам дивиденды были хорошие? Что для вас важнее? Я буду работать, самая главная работа, профессиональные обязанности. Вы знаете, если вы хозяин Газпрома, о работе можете забыть. Если не читать работу, то смотреть, как деньги, как меняется ваш счет. Это тоже трудно, я не распробую плохо, долго, вредно. И последний орган, значит, ну понятно, что если есть структура, эта структура требует ресурсов. Человеческих, финансовых, стекляшку вот эту надо туда переехать. Зачем? Мне кажется, раньше на чекистов они явно были лучше смотреть. И на чекистов, как символично. Да, чекисты, все. Надо узнать, почему они туда переехали. Вот, называется так, отдел по обеспечению деятельности управления. Ну, кто кормит всех остальных. Это, видите, он самый маленький, значит, самый важный. Хотите в Минюст работать, куда надо пойти? В отдел обеспечения. Отдел по обеспечению деятельности управления. Ну, то есть, вот отдел. Ну вот, да, лозим вот принтер. Татьяна никак не может распечатать, потому что нет в принтере краски. Вот они там этим занимаются, но в Минюсте. Я думаю, у них с краской все в порядке. Все. И последнюю часть я обобщил деятельностью. То есть, я так, я исхожу из деятельностного подхода Выгодского, который говорил так. Не он говорил, а чуть раньше говорил Христос Иосифович. Он говорил так. По плодам их, по делам их, узнайте их. То есть, как они действуют, как они проявляют себя, то они и есть. Итак, что делают наше Министерство юстиции в Игородской области? Первое. Они проводят выездные проверки. То есть, ездят. Ездят с проверками. Так их узнаете. Затем они делают выездные присутствия. То есть, они ездят и просто смотрят. То есть, не проверяют, а просто пришел посмотреть. Например, вот есть Координационная комиссия в Игородской области, когда прием в адвокатуру. Вот они приезжают и присутствуют. И гласуют. Следующее. Ведение реестров. То есть, они все записывают. Они проводят ритуалы. Вы знаете, юристы, это же ритуальные люди. Напоминаю, что Минюст это женщина с весами, но не картошку взвешивает, а о вашей грехе. И вот это все ритуализовано. Например, именно в Минюсте выдают удостоверение адвокатам. Торжественно они произносят клятвы, нотариусам и так далее. То есть, они проявляют ритуалы. Если хотите посмотреть на ритуальчик какой-нибудь, вот в Минюст, это стеклянное здание, там ритуалы проводятся. И последнее, это правовое просвещение. Ну вот это вот, конечно, им явно не в Красную Армию, но у них есть последние годы, их обязали сделать так, чтобы на территории субъекта была оказана калифицированная юридическая помощь. Статья 48 Конституции Российской Федерации. И вот они, к сожалению, мы попали в экспериментальную область, у нас пытаются ввести вот эту систему бесплатной юридической помощи. И Минюст догрузили этой функции. Вот они вот брыкаются, пытаются эту функцию исполнить. Вот если вы услышите такое слово, как бесплатная юридическая помощь, связано 100% с Минюстом, потому что последние десятилетия это их функционал стал. Это даже вот никуда не входит, это вот что-то вот такое, вот это, что, говорить, временное. Я думаю, что это не будет всегда, потому что это как бы не их основной функциал. Все по поводу, что они делают. И вообще по всем. Какие есть вопросы? Давайте с каждого по вопросу. И мы перейдем. Как попасть туда на работу? Надо, значит, 91А. Маршрутка здесь. Да, доедет же? Не, до 7-й гвардейской надо доедет. Затем идите вот в это стеклянное здание, которое показал Давид. И пишите заявление. 95-й автоном. Пишите заявление. Но, судя по сайтам, у них есть, то есть, там есть, у них есть вакансии. И есть вот этот список, кто хотел бы найти вакансии. Вы оставляете там свою вакансию. И ждете несколько дней. Ждете, когда вас позовут на эту должность. Хотите другой вариант? Найдите знакомых. Знаете, как знакомых найти? Познакомиться? Да. Ну, я знаю. Если надо, могу познакомиться. Отлично, договоримся. А на какую должность? Просто там, я смотрю, они там очень зашуганные. По крайней мере, на чекистов. Они были все вот эти вот, ну, там много беготни. Пустая работа. Памятник пугал. То есть, там власти никакой. Хотите? Ну, зарплата ничего. Ну, зарплата? Ни кае. То есть, первый так, перекантоваться с первых годиков. Ну, можно. В принципе, знаете, есть должности, которые порочные. После этого вас нигде не возьмут. Это одна из них? Вот. А это именно такая, считается более-менее чистая госслужба. Потому что там взяток, ну, с кого-то, с этих батюшек возьмешь, нет. Ну, с адвокатов что-то спереть. Они сами себе возьмут. Натальюсов можно, конечно, потрясти. Но вот там, по крайней мере, конрупционных скандалов в Минюсте я не слышал. То есть, это рекомендация в данном случае? Ну, я же не зря выбрал Минюст в этом году. Потому что то, что мне нравится, то я выбираю. А, вопрос. Правовое просвещение, последняя функция, все верно. А правовое просвещение и законодательные инициативы, они соотносятся? Или это различно будет? Ну, у них же есть законодательные инициативы? Как общая и частная. Значит, правовое просвещение вообще как идея, как функционал. Это можно при помощи законодательных инициатив. Например, они пишут. У нас, кстати, Минюст эту функцию выполняет, вот эта разработка НПА. Они вот разработали именно для Волгоградской области. Ну, какие-то документы они разрабатывали или для Волгоградской области. То есть, это как инструмент для достижения основного функционала, предоставления, проэффицированных. Я, порой, полиционно-юнической помощи. Не очень удачно, но что делать? Задача поставки. Дмитрий? Я правильно понимаю, что, я хочу узнать, отчеты, они отчитываются о проверках своих деятельностей, тех же и коммерческих организаций, которые, они отчитываются руководством или по области, или в Москву, отчитываются в том числе, тоже. Ну, у них там, знаете, есть, в интернете есть только понятие рассылка. Значит, они делают рассылку, они посылают в Москву, а и там же в некоторой галочке стоит рассылка, например, если они проверяют нотариат, они отсылают, кто сейчас, Гончарова в нотариате или уже нет? Ну, как бы, направляют в нотариат или направляют в адвокат. Проверяют ли они в рамках вот этого принципа, как назвали, законности нормативные акты только уровня субъекта или муниципальных образований? Ну, судя по тексту, да, они проверяют, конечно, все, но прямые у них полномочия как бы ограничены максимально уставом. А муниципальное образование, они, знаете, на ЭНПАТа и не пишут, по сути. Нормативные правые акты. Это жених компетенций. Волгоград тоже город. Да, ну это муниципальное образование. Ну, у них есть локальные какие-то нормативные акты, у них нормативные. Ну, например, на уровне города что у нас есть? У нас есть регламенты, да, так называемые. Ну, по которым, например, проводятся проверки. Вот Минюст может регламент проверить на соответствии закону. Например, что если там регламент такой, при проверке все должны стоять и кланяться. Ну, понятно, что если это пройдет, то пишите в Минюст, и Минюст пишет протест. Ну, не протест пишет, это у прокуратуры, называется представление. Ну, у них есть тоже какие-то акты реагирования на вот это. То есть все, что связано с законодательством. Это же юст. Елена? Это что? Вообще существует Министерство юстиции в качестве контролирующего команды зафакультуры, наряда, там, закон, собраться не могут, а поперчисленные антреарды, да, существовать самостоятельно, а в качестве назарателя какое-то, должно, ну, какое-то одно лицо, но, деление, чтобы создавать целое ведомство? Так, ну, это критика, да? Да? Я сейчас идентифицирую вопрос. Я за. Но есть такое понятие, как власть. А еще есть такое понятие, как иллюзия власти. Власть, я думаю, это и есть иллюзия. И ее надо поддерживать постоянно. А это органы, вроде как, важные. Ну, адвокаты, понятно, нотариусы и ЗАГСы. Это важные органы, которые надо держать под контролем. Но я подозреваю, что это не под фактическим контролем, как я наблюдаю, а такой религиозный контроль. Что если что, что они должны отчитываться. Или вот этот, два из отдела по надзору за адвокатурой, они приходят и сидят, слушают. Им, конечно, это обрыгло уже, я представляю, потому что там одно и то же все время. Но вот это ритуализация власти. Власть же это ритуал. Помните, мы на прошлое с Юрьевичем как обсуждали, то есть выявили, что власть должна быть сакральной, ритуализированной. Если эти ритуалы убрать, власть падает. И вот они постоянно поддерживают эту власть, причем при помощи вот этих ритуалов. Потому что реального контроля там, конечно, нет. Ну, как, что там нотариуса? Увидели нотариуса? Где-то он у них в контроле. Да. Что за градация грязных должностей, как вы выразили, после которых не возникну заход? Можете хоть подробнее. Ясный должностей. Ну, например, к венюсту относятся, ну, как отдельно, ну, в СИМ, например. В исполнении наказания. Ну, вот он, допустим, начальник колонии. На пенсии, вы помните, куда его направили? Студенческую общагу контролировать. Видели видео? Ну, в Ютубе видео, вот, СИМ, ну, начальник колонии. А на пенсии его, ну, куда еще присунуть, ну, приставить? Не в Минюст же. Его контролировать студенческую общагу. Он всех там поставил, построил, а студенты взяли, сняли это на видео. То есть, ну, как бы, представляете, что общага, это, как бы, не вершина карьеры. В СИМ судебные приставы, я бы, туда отнес. Ну, прокуратура, ну, на некоторые должности берут. Ну, в Юстицию, в прокуратуру хорошо берут. А в некоторые нет. То есть, опять же, надо смотреть. Есть сочетаемые должности, а есть несочетаемые. Ну, так называемые, неприкасаемые. А после выезда я никуда не поверю. Кусь, куда? После УСБ. Все будут думать, что ты проверять. Ну, если у тебя трудовые числи, что ты работала в УСБ. Что такое УСБ? Ну, управление собственной безопасностью. Ну, это менты в ментах. А, в структуре министерства МВД. Да. Да, ну, все полицейские, я бы даже расширил, все полицейские считаются, ну, не очень. Ну, только по протекции. Ну, так вот, если напрямую. А вот, чтобы он пришел, милиционер, например, на должность ректора вуза, ну, вряд ли. Хотя бывает, МВД, что они специально для себя сделали, чтобы уж куда-то идти. Ну, да. Ну, вот, но так вот в обыкновенные вузы, конечно, их никто не возьмет. Ну, есть еще вопросы? Продолжение следует...